Они выглядят стомленными, а при этом очень счастливыми. Веселые усмешки и узнагороды в руках, как подтверждение, что в Монако съездили не сдарма. Однако шлях на цирковый пьеды стал не был простым. Подрыхтовка до фестиваля такого узровня, это штудионные напруженные тренировки. Нумер потребовал, кроме высокого мастерства, так само складанного техничного обсталявания. Было очень много проблем с нашим багажом, потому что это транспортировка большого груза. И это всегда какими-то сложностями, ну возникают сложности. У нас немножко были повреждения именно на реквизите, но как-то благодаря нашему технику, он потрясающий человек, Паша, он нас выручал постоянно. Удельничали у фестиваля артисты другий год за пар. До речи, я не первый из беларусов, кто трапил на самый престижный сусветный форум циркового мастерства. Быть сярод конкурсантов уже удача. Этот фестиваль можно поравнать с олимпийскими гульнями. Я летела второй раз, и я во время полета, я вспоминала моменты с прошлого года, вспоминала цирк, и когда я приехала туда, мне показалось, что я оттуда даже и не уезжала. Да, мы волновались очень сильно. Мы, с одной стороны, понимали, что мы сильные, что мы достойны места, а с другой стороны, мы понимали, что это самый лучший конкурс в мире. Он очень, конкурентность там очень большая. Летость поветранные гимнасты отримали у Монако три специальные призы. Все лето мазырани представили номер канатаходцев, який выполнили пятер артистов. Дети поставили себе цель выиграть, и мы, естественно, тоже, потому что мы понимали, что уровень сегодня этого номера превзошел даже наши сами ожидания. То есть дети настроились очень серьезно, и свою задачу они выполнили просто превосходно. Артисты смогли уразить не только членов журы, а и просто глядат шоу. А кроме серебряного юниора, они так само отримали приз глядатских симпатий. Перед шоу в зале объявили, что на ваших креслах лежат маленькие билетики, для того, чтобы каждый зритель, понравившийся номер, помечал там галочкой первое, второе, третье место. Кому вы заслуживаете? Мы этого не знали, потому что видели, конечно, что присутствуют эти таблички лежат, на все это в зале 3000 мест. Представьте, что это такое. После такого феерычного поспеху юные артисты заслужили отпочинок. Однако до тренировок вернуться совсем худко. Напереде еще больше амбицийные планы. Вернуться просто два года у Монте-Карло, а ле у жона с поборництва сярод дорослых артистов. Профессийный узровень дозволяет зарабить в это уже зараз, а ле не узрост. По регламенте, 70% артистов у составе труппы повинны быть не меньше, как 23 годы. А там у арене по куль застаеца удосконаливать свое майстерство и исти до новой вершини. Дмитрий Котов, Александр Харлампа, у телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.